Давайте поговорим об авторизации. Для авторизации существует специальный компонент. Давайте разместим его на тестовой странице и посмотрим, какие параметры он принимает. Форма авторизации. Мы видим, что есть параметры, которые принимают в себе ссылку на страницу регистрации, забытого пароля и страницу профиля. В данном случае у нас нет этих страниц, давайте их создадим. Например, создадим раздел «Юзер» и также страницы регистрации. Разместим сюда стандартный компонент регистрации. Дефолтные настройки сохраним. Также создадим страницу профиля пользователя. Назовем его «Profile» и разместим здесь стандартный компонент профиля. «Profile» — это параметры пользователя. «In Profile». Оставим настройки по умолчанию. Сохраним. Так, мы видим здесь компонент профиля. Давайте настроим ссылки в компоненте авторизации, который размещен у нас на тестовой странице. В данном случае страница регистрации у нас будет располагаться по адресу «User Registration». Страница забытого пароля. В данном случае нам достаточно передать сюда ссылку на раздел «Юзер». Далее я расскажу вам, почему именно так. И ссылка на страницу профиля. Это «User Profile PHP». Сохраняем. А теперь давайте перейдем в раздел «Юзер». Откроем индексный файл. И здесь стоит разместить код специальный, который используется на странице профиля пользователя. В данном случае давайте просто его скопируем, у меня он заранее заготовлен. И разместим здесь. Теперь немного поясню, в чем здесь дело. Определяется константа needAuth, которая в случае неавторизованного пользователя подключает компонент авторизации стандартный. И далее, если пользователь авторизован, то выводится соответствующее сообщение о том, что вы авторизованы и ссылку на главную страницу. Также, если на эту страницу будут передаваться определенные параметры в get, здесь, возможно, будет подключена страница регистрации, компонент регистрации, а также компонент восстановления забытого пароля. Поэтому давайте сохраним и выйдем из режима администратора для того, чтобы проверить ссылки. Итак, выходим, посмотрим, куда ведут ссылки регистрация. В данном случае на страницу регистрация. Все правильно. И забыли пароль на раздел user, индексную страницу, но с параметра forgot password yes. И в данном случае мы видим здесь компонент восстановления забытого пароля стандартный, который подключается как раз, если у нас используется на странице константа needAuth. Итак, давайте приступим к внедрению верстки компонента авторизации в шаблон. Давайте откроем страницу index и посмотрим, как реализована у нас здесь авторизация. При нажатии на ссылку «Войти на сайт» у нас появляется такое pop-up-окно, в котором используются стандартные input-ы, также возможность запомнить пароль и submit, также закрыть. Давайте скопируем верстку и вставим шаблон. Итак, вот у нас верстка, отвечающая за авторизацию. Для начала скопируем шаблон авторизации в дефолтный шаблон сайта. Войдем. Режим правки. И скопируем шаблон. Откроем его. System.out.form. Template.php. Итак, давайте для начала сделаем dump.rResult для того, чтобы посмотреть, какие есть параметры. Давайте выйдем. Мы не видим dump.rResult. Давайте посмотрим, в чем дело. Функция dump принимает три параметра, как мы помним. Второй параметр отвечает за то, чтобы следующие операции не выполнялись. Давайте напишем false. И третий параметр как раз отвечает за работу вне режима администратора. То есть напишем здесь true. В данном случае у нас не принтовался, потому что мы не находились в режиме администратора. Мы были разлогинены. Итак, обновим страницу. Вот мы видим массив результирующих. Массив.rResult в данном случае. Нам важны параметры. Out.register.url. Out.forgot.password.url. Которые будут использоваться в шаблоне. И некоторые другие. Давайте посмотрим, какие реализуются в шаблоне сейчас. Посмотрим версту. Итак. Можно видеть условия form type. Проверку на логин, которая заканчивается здесь. Вот она. В данном случае стоит пояснить, что это проверка на авторизованного и неавторизованного пользователя. То есть все, что идет в этом условии — это верстка, соответствующая форме авторизации пользователя. Все, что идет в else — это уже форма авторизованного пользователя, то есть переход в профиль и так далее. Давайте внедрим верстку, которая отвечает за авторизацию. Давайте рассмотрим подробнее, как у нас реализована верстка. В данном случае у нас есть span, в котором хранится форма. Отдельно ссылка зарегистрируется. Итак, давайте посмотрим, какие есть параметры здесь. Нам важно сохранить в форме action метод обязательно name, потому что эти параметры будут передаваться в компоненты, там обрабатываться. Поэтому давайте сюда скопируем все то, что идет до формы. То есть, соответственно, сюда. Здесь стоит удалить div с классом bake.system.out.form, потому что это внешний div. Он работает и для авторизованного, и для неавторизованного пользователя. Итак, сравним формы. У нас нету ни name, ни метод, ни action, поэтому оставляем там, как здесь. Все input с type hidden мы оставляем, как есть, потому что они не отображаются, но они необходимы для авторизации. И далее мы видим табличную верстку, от которой нам и нужно избавиться, взяв только input с type text. В данном случае мы видим input с type text. Это логин. Давайте скопируем его, разместим здесь. Здесь используется фраза из языкового файла. Давайте посмотрим, как она выглядит. Это фраза логин. И соответствующая фраза для пароля — это пароль. Она нам подходит. Разместим ее в placeholder. Также скопируем необходимые атрибуты для input. Это name, user login, value, type text. Остальное нам не важно. Эту часть можно удалить. Далее мы подходим к паролю. Здесь тоже используется ланговый файл, all of password. Давайте скопируем input, который используется у нас. Опять вставим в placeholder функцию getMessage. Скопируем name. И все. Здесь нам не требуется. Далее идет блок secureAuth. Этот блок носит чисто информативный характер и выводит информацию о том, что шифрование пароля будет использоваться в данной авторизации. У нас это не предусмотрено в верстке, поэтому этот блок можно просто удалить. Давайте это сделаем. Далее в текущем шаблоне идет проверка на сохранение пароля. Store password. И идет checkbox. Давайте посмотрим, где располагается у нас этот checkbox. Он идет сразу после ссылки «Забыли пароль». Давайте ее скопируем. Мы к ней вернемся позже. Сохраним здесь. Скопируем верстку для checkbox. Итак, важно сохранить тип ID и name. Тип у нас checkbox ID такой и name соответствует. Value Y. Лейбл для этого checkbox. Давайте перенесем getMessage. Также заключим в условие, нужно ли хранить пароль. Эту верстку нам можно удалить. И дальше идет captcha. Нам ее тоже необходимо сохранить, потому что если в случае нескольких неудачных авторизаций пользователь должна будет вывести система captcha, она не будет предусмотрена в шаблоне. Поэтому нам необходимо ее предусмотреть. Но она у нас не предусмотрена в верстке. Давайте оставим ее просто в таком виде. Далее идет submit. Посмотрим, как реализован у нас он. Скопируем getMessage. NameLogin. TypeSubmit. Здесь все. Далее в этом шаблоне присутствует проверка на регистрацию. Нужно ли выводить ссылку на регистрацию нового пользователя. И давайте посмотрим, где используется это у нас. Она идет в самом конце. Давайте вернемся к этому позже. Посмотрим, что у нас идет дальше. После submit у нас идет закрытие формы, span, закрытие pop-up и закрывающие div. Span и div. Давайте скопируем их. Разместим после submit. И здесь уже идет кнопка зарегистрироваться. Давайте ее скопируем. Вставим. Также заключим в условия. Оставим класс. Воспользуемся ссылкой. Также не забудем обрамить ссылку в noindex. rel nofollow. Get message. Итак, здесь, в принципе, все. От этого блока можно избавиться. Давайте удалим. Далее идет ссылка забытого пароля, который мы сохранили выше. Вот она. Можно переместить этот блок выше. Он также обрамлен в noindex. Давайте это сделаем. ссылку на страницу забытого пароля. Оставляем класс. Добавляем rel nofollow. Не забываем про get message. Этот блок удалим. Итак, у нас закрывается форма span div. Далее после этого идет регистрация, ссылка на регистрацию. И после этого здесь предусмотрен блок соцсетей, авторизация через соцсети. У нас это не предусмотрены верстки, поэтому давайте удалим этот блок. Он также вызывает компонент, форму авторизации через соцсети. Давайте эту часть верстки удалим. Итак, шаблон для неавторизованного пользователя. То есть сама форма авторизации у нас готова. Давайте удалим верстку dump и посмотрим, что получилось. Так, мы видим ссылку войти на сайт. При нажатии открывается popup. Давайте посмотрим ссылку на регистрацию. Ссылка правильная. Ведет на раздел user registration.php. Давайте попробуем авторизоваться. Итак, мы авторизовались. Все отлично. Теперь нам нужно будет внедрить верстку для варианта, когда мы авторизованы. Так, давайте откроем страницу index.out. Посмотрим, как реализована форма для авторизованного пользователя. Вот она. Скопируем верстку. И разместим в шаблоне компонента. В данном случае это здесь. Итак, давайте посмотрим, какие параметры используются здесь. В данном случае мы здесь видим форму, которая выводит имя, логин пользователя, ссылку на профайл, некоторые параметры в input hidden и ссылку, точнее не ссылку, а input для выхода из системы, logout. Давайте реализуем это не с помощью формы, а с помощью ссылки. В данном случае нам потребуется имя, фамилия пользователя и логин. Давайте воспользуемся параметром username. И здесь в скобках будет выводиться логин. Давайте сделаем это с ссылкой для того, чтобы пользователь мог перейти в свой профиль. Сделаем логин пользователя с ссылкой на свой профиль. Ссылка на профиль у нас уже присутствует. Вот она, скопируем ее. Итак, здесь мы закончили. Теперь нам необходимо правильно сформировать ссылку для выхода пользователя из системы. Необходимо использовать параметр в get logout, который отвечает за выход пользователя. Но есть некоторые сложности. Например, когда мы только что авторизовались или воспользовались регистрацией или формой забытого пароля, в get также передаются соответствующие параметры. От них требуется избавиться. Есть специальная функция, которая позволяет формировать страницу с get-параметрами в ней. Давайте посмотрим ее. Эта функция называется getCurePageParam. Воспользуемся документацией. Так вот она. Она принимает ряд параметров. В данном случае первый параметр строка с параметрами, которые нужно добавить к возвращаемому значению. Параметры, которые необходимо удалить. И третий параметр, указывающий, нужно ли для индексной страницы раздела возвращать путь. Давайте скопируем пример. Здесь уже есть пример реализации ссылки для выхода пользователя из системы. Вот мы видим, здесь используется параметр logout. и убираются соответствующие параметры в get. Это login, logout, register, forgot password и change password. Поэтому нам достаточно скопировать этот вызов. Так, разместим его здесь. Воспользуемся getMessage и удалим форму. Теперь посмотрим, что получилось. Так, давайте обновим страницу. Мы видим имя, фамилию текущего пользователя, ссылку на профиль. Это раздел user, profile. И ссылку выйти. Давайте посмотрим, работает ли у нас ссылка выйти. Да, мы разлогинились. Теперь давайте авторизуемся. И теперь нам остается разместить вызов этого компонента в шаблоне сайта. Скопируем вызов компонента. Перейдем в шаблон сайта. Так, мы видим здесь место, где необходимо разместить вызов. Сохраним. Обновим страницу. Давайте уберем параметр login. И мы видим нашу форму. Давайте попробуем выйти из системы. И в данном случае мы видим pop-up. Авторизуемся опять. Все работает. Итак, давайте зайдем в профиль пользователя. Здесь на странице profile.php в разделе user мы видим размещен компонент профиля пользователя. Его можно видоизменять как угодно, копировать в шаблон сайта с помощью интерфейса. Также можно редактировать шаблон регистрации, который расположен на странице registration.php в разделе user. Давайте выйдем и обратимся на индексную страницу раздела user. В данном случае мы видим здесь используется компонент авторизации. Это типовой компонент. Давайте перейдем в раздел user. Откроем страницу index. И здесь мы, как уже говорил с ранее, не видим никакого вызова компонента. Используется только константы needAuth. Ядро, если встречает эту константу, подключает компонент авторизации, если пользователь не авторизован. В данном случае мы не авторизованы, мы видим компонент авторизации. Теперь давайте перейдем по ссылке «Забыли свой пароль». И мы видим, что обратились на ту же самую страницу index.php, только с параметрами в get, forgot password равным yes. В данном случае, если передается такой параметр, то система подключает другой компонент. Это компонент восстановления забытого пароля. Соответственно, существует потребность в редактировании шаблонов этих компонент. И для того, чтобы редактировать эти шаблоны, необходимо скопировать их в дефолтный шаблон сайта. Давайте это сделаем. В данном случае стоит сказать, что для авторизации используется специальный компонент. Давайте его откроем. Это компонент system.auth.authorize. Со встроенным шаблоном. Вот он. А также форма восстановления забытого пароля — это компонент system.auth.forgotpassword. со своим шаблоном. Соответственно, нам необходимо скопировать эти шаблоны в дефолтный шаблон сайта и каким-то образом виды изменить. Итак, я скопировал их себе. Давайте теперь разместим их в дефолтном шаблоне сайта. В данном случае важно назвать шаблон default, чтобы он заместил дефолтный шаблон, который встроенный. То же самое сделаем с компонентом восстановления забытого пароля. Давайте проверим, поменяем что-нибудь в шаблоне авторизации, например. Перейдем на индексную страницу. Вот мы видим нашу надпись, которая выводится из шаблона авторизации. Проделаем то же самое с шаблоном восстановления забытого пароля. Итак, мы видим, что появилась наша надпись, соответственно, мы теперь можем изменять эти шаблоны как угодно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...